Привет, с вами Сойер, сегодня разговариваем про архитектуру. Сам термин многолик и многообразен. Существует огромное количество разных архитектур. Там архитектура уровня предприятия, архитектура уровня кода, приложения или уровня базы данных. В общем, много разных архитектур. Определений тоже очень много, но все они сводятся к тому, что архитектура это выделение главного, главных элементов, главных компонентов и установка связи между ними. И в этом смысле архитектура является не процессом, который нужен сам для себя, а инструментом для управления сложностью разработки программного обеспечения. Но с архитектурой всегда все сложно. Все дело в том, что тупое применение всех шаблонов и принципов, которые есть для архитектурного проектирования, приводит к построению не очень удачных архитектур. Здесь нужно соблюдать баланс, потому что любое усложнение архитектуры влечет усложнение и программного кода, и декомпозиций компонент, а это в свою очередь ресурсы, затраты, и не всегда они оправданы. Поэтому и вот в этом видео я хочу немножко рассказать про архитектуру уровня приложения, архитектуру уровня кода, что это такое, с чем их идят и для чего они нужны. Архитектура уровня приложения – это, пожалуй, первый уровень, начальный уровень всей архитектуры приложения. Здесь определяется и то, каким образом будут разруливаться требования к системе, к приложению, к софту. И здесь определяется и способ взаимодействия с инфраструктурой, с ресурсами, с внешним миром. И самое главное, здесь определяется изоляция компонентов, которая позволяет подключать к проекту разные команды, разных разработчиков, позволяет заниматься поиском неисправностей в случае их возникновения, потому что характер неисправности говорит о том компоненте, где они возникли, и таким образом локализует проблему. И хорошая архитектура уровня приложения подразумевает хорошую декомпозицию на компоненты, изоляцию этих компонентов и высокую производительность при обмене данными между этими компонентами. Это важно понимать. Здесь у нас есть хороший проверенный шаблон – это многослойная архитектура, это реактивная архитектура, это микроядерная архитектура, пайп-архитектура и так далее. То есть архитектуры уровня приложения достаточно проработаны и популярны. Но нужно понимать, что на этом уровне в основном работают архитекторы. Здесь не определяется ничего связанного с реализацией и программированием. То есть здесь не определяются ни алгоритмы, здесь не определяются ни структуры данных, ни декомпозиция на классы, ничего подобного. Это самый верхний уровень, и программисты не всегда имеют сюда вход. Потому что если у нас большое приложение, то программисты функционируют на уровне своих компонентов и ничего не знают даже о уровне приложения. Если у нас небольшая команда, небольшой проект, ну вот здесь, да, программисты могут представлять, как устроен этот уровень. Дальше. Задача этого уровня, так же как и уровня кода, является максимизация таких свойств, как быстродействие программного обеспечения, устойчивость к изменениям, отказоустойчивость и открытость к изменениям. То есть правильно спроектированный уровень программного обеспечения позволяет нам обеспечить легкое внедрение новой функциональности, развитие системы и готовность к нагрузкам, к изменениям и другим факторам, сопутствующим разработке программного обеспечения. Но основная часть по реализации ложится на уровень кода. И здесь работают уже непосредственно разработчики. После того, как мы сделали декомпозицию на компоненты, изолировали их необходимым образом, каждый компонент начинает опускаться ниже и уже разрабатываться своей группой разработчиков. В зависимости от размера софта, ну здесь могут быть разные группы. И на этом уровне на уровне кода уже функционирует каждый разработчик. Это его ежедневные обязанности. Здесь происходит выбор алгоритмов, выбор структуры данных, выбор шаблонов проектирования, определение зацепления, определение связанности классов, функций, модулей, чего хотите. Зависит от стиля программирования. То есть вся магия, связанная с конкретикой и разработкой программного обеспечения, деталями этого программного обеспечения происходит на уровне кода. И здесь точно так же, как и на уровне приложения, важно понимать, что изоляция и ограниченность связей компонентов друг с другом, классов друг с другом, это залог успеха хорошей архитектуры. И здесь важно понимать, что чрезмерное увлечение паттернами – это плохо. Как я уже сказал, паттерны на уровне кода – это дополнительная реорганизация кода, дополнительное внесение новых структур в код, это необходимость дополнительного тестирования и просто тупо написания кода. Любые дополнительные работы целесообразны только когда в них есть необходимость. Поэтому, если ваш код работает стабильно, быстро, вы не испытываете проблем с внедрением новой функциональности, не используете каких-то особо сложных алгоритмов и не испытываете проблем с ошибками, то стремиться переписать все на паттерны – глупо. С другой стороны, если вы чувствуете, что изменения даются вам тяжело, если вы чувствуете, что ваша монолитность ваших конструкций влияет на качество вашего кода, и вы хотите это все разбавить и сделать более управляемым, вот здесь, да, использование паттернов и принципов вполне себе оправдано. И у вас на самом деле достаточно большой арсенал средств, это и принципы Solid, это и шаблоны от банды четырех, это и тот же Grasp и много других принципов, которые есть именно для уровня кода. Поэтому, если вы столкнулись с проблемами, вышезначенными проблемами в коде, тогда, да, применяем архитектурные решения и уменьшаем следствие плохой архитектуры. Если нет, то нет. Таким образом, основных два уровня архитектуры при разработке программного обеспечения, это уровень приложения, где происходит основное решение, связанное с декомпозицией, изоляцией компонентов и взаимосвязей с инфраструктурой, внешним миром, и уровень кода, где происходит уже непосредственная реализация, использование алгоритмов, и архитектура здесь применяется по требованию, по необходимости. Не так, что вот тотально ко всему применяем шаблоны и принципы. Ну, это был канал Сойер. Спасибо, что слушали. До свидания.